Всем добрый день! Мы находимся в океанариуме-масквариуме на ВДНХ. Меня зовут Ирина Мейнсер, я являюсь руководителем биологической службы, занимаюсь экспозицией аквариум. Здесь у нас проживает множество различных гидробионтов морских, пресноводных, тепловодных, холодноводных. И один из них это гигантский осьминог дофлейна. И сейчас как раз можно будет увидеть, как происходит его кормление. Обратите внимание, аквариум у нашего осьминога достаточно большой. Но несмотря на это, осьминог такой большой объем не очень любит, он живет в маленькой пещере. И выходит из нее в основном как раз таки на кормежку, которая осуществляет водолаз погружным способом. Осьминог по своей природе достаточно скрытное животное, поэтому большую часть времени ему нравится проводить уединенно. Зачем же нужно кормление именно с участием водолаза? Осьминоги по сути свои животные достаточно интеллектуальны, поэтому для них важно обогащение среды. Ну, чтобы он мог размять свой интеллект и повзаимодействовать с водолазом или с каким-то другим человеком. Также осьминог очень любит разные игрушки, поэтому периодически сотрудники оставляют для него щетки, сачки, шланги или какие-то коробочки, в которые закладывается корм. Осьминог может их раскрутить и вытащить оттуда угощение. В аквариуме соблюдается температурный режим и гидрохимический, который комфортен нашему обитателю. Вода там температурой где-то около плюс шести, плюс восьми градусов и достаточно низкой соленостью, что соответствует показателям из Японского моря. Все осьминоги, как известно, живут только до первого размножения, поэтому это наш не первый осьминог на экспозиции. Сейчас ему порядка полутора лет и это мужчина в самом расцвете сил, так сказать. Сотрудник, которого его кормят, это Алексей, и наш осьминог очень хорошо с ним знаком. Более того, он узнает его и относится к нему несколько иначе, чем к другим сотрудникам. Осьминоги узнают всех ребят, которые к ним ходят, и очень хорошо отличают разных водолазов и общаются с ними соответствующе. Леша это любимчик нашего осьминога, поэтому и с ним он особенно аккуратен. В принципе, именно этот осьминог, он достаточно агрессивен. В чем это проявляется? Он может достаточно грубо отбирать игрушки у водолаза и взаимодействовать с ним жестко. Может присосаться к костюму, может попытаться отобрать маску или кормовое ведро. Не у всех осьминогов одинаковый темперамент. Некоторые осьминоги более агрессивны, некоторые осьминоги менее агрессивны. То есть у них есть особенности характера, как и у любых других существ. Рацион у нашего осьминога достаточно разнообразный. Он подобран таким образом, чтобы быть максимально приближенным к рациону в его естественной среде обитания. Периодически он ест живые кормовые объекты, кормовую рыбу, опять-таки для того, чтобы это разнообразило его среду обитания. Но в основном он ест размороженные морепродукты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прямо сейчас можно заметить, что осьминог находится в линьке. Линька это такой способ роста беспозвоночных обитателей, в том числе и осьминога. То есть в этот момент он слущивает верхнюю поверхность своего кожного покрова. И в аквариуме можно увидеть именно ошметки от этой его кожи, в том числе такие круглые элементы кожи, которые слетают с его присосов. Многие думают, что это мусор, но на самом деле это его линная кожа, и это вполне себе нормальный процесс. Единственное, осьминоги в момент линьки, конечно же, не такие добродушные и готовые на контакт, как в какой-то другой период времени. Ну, что понятно, потому что линька все-таки его несколько тревожит, и он может хуже есть или быть менее настроенным к общению со своим рыбоводом или водолазом. Осьминог в природе ест от случая к случаю, когда ему повезет поймать какого-нибудь обитателя, которого он может съесть в аквариуме, у него есть свой определенный режим кормления. Он ест три раза в неделю, кормление погружное с участием водолаза, и это всегда выглядит как маленькое шоу, которое очень любят посетители. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня осьминог был настроен на прием гостей, поэтому он приглашал Алексея последовать к нему в пещеру, но Алексей почему-то отказался, не знаю, каждый раз не хочет к нему туда идти, может когда-нибудь согласиться, конечно, и посетить жилище нашего оси. Но обычно осьминог ведет себя по-другому. В дни, когда он настроен соответствующе, иногда он первый выползает и ждет водолаза уже у поверхности воды, и бросается сразу на кормовое ведро водолаза, а иногда он ведет себя так, как сегодня. Это может быть по разным причинам, это может быть линька, это могут быть какие-то погодные условия, это может быть просто отсутствие аппетита или какого-то настроения на взаимодействие. Но задача биологов это предложить ему еду, а дальше осьминог сам выберет, хочет он сегодня есть и взаимодействовать или нет. Также настроение осьминога можно отследить по его окраске. Например, сегодня он был бледный, что говорило о том, что он абсолютно не агрессивен, спокоен и всячески показывал, что он хочет замаскироваться под каменью, чтобы его особенно не трогали. Но в дни, когда он очень активен, он становится насыщенно красного цвета, он распускает свои щупальца в разные стороны и бросается на своих гостей. Что же будет, если к осьминогу зайдет человек, незнакомый с нашим осенью? Конечно же, осьминог это заметит, как минимум по запаху, как максимум по внешнему виду, и проверит навшивость своего нового гостя. Первым делом он накинется на него, попытается отобрать форм и все остальные инструменты, которые у человека в воде будут, но если водолаз начнет сопротивляться, то осьминог поборется с ним, чтобы показать, что в этом доме хозяин именно он. Нет какого-то определенного рецепта, сколько времени нужно, чтобы осьминог принял человека в свои ряды. Все очень индивидуально и очень зависит от поведения самого человека. Например, среди нелюбимчиков осьминога есть те, кто ходит к нему достаточно долго, но он по-прежнему не любит этих водолазов и общается с ними грубо. Но, в принципе, хватает нескольких раз для того, чтобы осьминог привык и начал коммуницировать с человеком в своем обычном режиме. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»